Когда вы делаете что-то с определенным уровнем интенсивности и вовлечения, неважно что, не обязательно делать что-то особенное. Когда вы делаете это с абсолютной интенсивностью, все что угодно. Вместо того, чтобы произносить мантру «Аум», мы говорили о целой науке мантр. Забудьте чертову науку. Приносите просто «бум-бум-бум». Но с абсолютной интенсивностью и вовлеченностью. Тогда даже «бум-бум» сработает. Важно не знание науки, а интенсивность. Если вы просто доведете интенсивность вашей жизни до максимально возможного уровня, этого будет достаточно. Абсолютно не важно, что вы будете делать. Не знаю, слышали ли вы об этом. Такое часто встречается в йогических традициях. Многие йогины постоянно были в гневе. Вы слышали об этом? Они не злились на кого-то конкретного. Просто были в гневе. Теперь же вы считаете, что йогин должен быть... Да? Таким. Он должен быть хорошим человеком. Скажите мне, первый йогин... Давайте в качестве примера возьмем первого йогина — Шиву. Вы можете сказать, что он хороший человек? Шиву можно назвать хорошим человеком? Нет, просто скажите мне, вспомните истории, которые вы слышали. Это истории, которые вы слышали из Писания Шива Пурана, не так ли? Шива — великий йогин, но в то же время заелый пьяница. Он прекрасный муж, но в то же время безумный дебошир. Он в полной осознанности, но при этом абсолютно пьян. Все боги поклоняются ему, но его друзья — это безумные существа. Слышали о таком? Вы бы назвали такого человека хорошим или плохим? Шива — нехороший и неплохой, но он фантастический. Определенно, его нельзя назвать хорошим человеком. Его нельзя назвать плохим, но он потрясающий. Знаете, что это означает? Это означает, что вы должны выйти за пределы ваших представлений о хорошем и плохом, ваших нравится и не нравится, и просто стать интенсивной жизнью. Жизнью на пике своих возможностей. Поэтому мы сказали вам, что если вы просто произнесете «Шива», то все произойдет. Да, потому что эти звуки, мы уже говорили о том, что такое мантра. Эти звуки — как ключи к другому измерению жизни. После прохождения необходимой подготовки, всего лишь одно произнесение слова «Шива», и я выведу вас на совершенно иной уровень энергии и переживания жизни. Вы поймете, когда примете участие в некоторых продвинутых программах. Есть одна под названием «Самьяма», которая представляет собой восьмидневный медитационный курс. Сейчас уже десять дней. И все это в абсолютной тишине. Всего одно произнесение — «Шива», и участники просто взрываются. Они не могут удержать себя в теле. Всего лишь одно слово — один звук. Это происходит не потому, что мы произносим имя Бога. Просто это ключевой звук. Если вы знаете, как его использовать, вы сможете открыть то, что никогда даже не могли себе представить. Поэтому слово «Шива» обладает такой огромной силой и значением. Мы дали это имя тому, кто был наиболее близок к такой возможности. Первому йогину, Ади-йоги, мы назвали его «Шива», потому что он наиболее близок к такой возможности, при которой он может просто взорвать вашу оболочку и привести вас в совершенно другое измерение. К сожалению, проблема в уличной духовности. Все подряд говорят о духовности. Если вы прочитаете книгу, можете стать духовными. Это опасно. Из-за этого происходят самые разные вещи. Не потому, что это имя Бога. Если Бог повсюду, во всем, и священное слово и ругательство — это тоже Он, не так ли? Да? Да или нет? Дело не в том, что что-то священное, а что-то нет. Но в тот момент, когда вы совершаете подобное разделение, где что-то священное, а что-то нет, что-то хорошее, а что-то нет, с вами все кончено, потому что вы разделили мир. Когда вы говорите «Я хочу стать духовным», вы говорите, что хотите стать всепринимающими. Да? Вы хотите преодолеть ограничение физической формы, потому что оно носит исключающий характер. Чем больше вы отождествляетесь телом, тем более вы исключающие, не так ли? Физическая природа имеет исключающий характер, а то, что выходит за пределы физического — всепринимающий. Поэтому, когда вы говорите «Я хочу стать духовным», вы говорите «Я хочу преодолеть ограничение физического». Это значит, что вы говорите «Я хочу стать всеобъемлющим». Если вы хотите стать всепринимающими, когда вы говорите «Эти люди не священны, только эти священны», сможете ли вы стать всепринимающими? Как только вы разделили мир, с вами все кончено, ничего не выйдет. Люди продолжают разделять мир в соответствии со своими понятиями добра и зла, хорошего и плохого, и они надеются быть духовными. Этого никогда не произойдет. Этого не произойдет. Сначала прекратите выносить суждения. Ответственность, ответственность, ответственность. Почему? Потому что теперь у вас стирается граница между хорошим и плохим. Что бы с вами ни происходило, вы, исходя из своего интеллекта, отвечаете на это так, как это необходимо, а не из представлений о плохом и хорошем. Вы отвечаете наилучшим для ситуации образом, исходя из вашего интеллекта. Каким бы ни был ваш ответ, какое бы действие вы ни совершили, оно будет иметь последствия. Вы совершаете действия, помни об этом. Должен ли я делать только хорошие вещи? Делайте все, что пожелаете. Главное, помните, все ваши действия будут иметь последствия. Когда приходят последствия, а вы льете слезы, в этом нет никакого смысла. Если вы можете радостно принимать любые последствия, то делайте все, что пожелаете. Но если вы такие, что стоит прийти последствиям, и вы сломлены, тогда действуйте немного осторожнее. Вот и все. Это не вопрос добра и зла. Дело не в том, что такое Бог, а что нет. Вам всегда говорили «Бог повсюду», не так ли? Если Бог повсюду, если Он во всем, то Бум — это тоже имя Бога, не так ли? Дум — это тоже имя Бога, не так ли? Да или нет? Так что вы не знаете, каково имя Бога. Субтитры создавал DimaTorzok